Привет, дорогой друг! Ты на канале Мамедыч, и вы меня после прошлого выпуска с мемами завалили новыми мемами так, что, мне кажется, сегодня мы с вами хорошенечко посмеемся, мы сохранили все эти мемчики и насладимся ими еще раз. Это новый выпуск с мемами. Поехали! Саша, не переживай, все бывает в первый раз. Я не Саша, это я, Саша. Я себя так же успокаивал, когда делал что-то в первый раз. Это касалось не только медицины, конечно. Но я думаю, у Саши уверенный взгляд, я думаю, он все может правильно сделать с ее ротовой полостью. Что ты делал в 40 минут в душе? Тренировался мыть руки по методу Спасу-Кокотского-Кочергина? Это для знающих, для знатоков методов антисептической обработки не только рук, но и ран. И вообще методов обработки ран было огромное множество, и я их все, честно говоря, не припомню, хотя все их мы проходили на уроках по общей хирургии. А на самом деле сейчас достаточно помыть несколько раз мылом, точнее, два или три раза. Обычно мы два раза мылом и дважды обработка антисептиком. Сейчас такие мягкие антисептики, что руки совершенно не страдают. А на самом деле, кто оперирует часто, если хороший антисептик, то руки становятся такие же красивые и нежные, как у меня. Едем дальше. Привет, Юра, ты же врач, подскажи, что тут написано. Процитамол, спасибо. Ну да, кто, кстати, не умеет расшифровывать врачебный почерк, вам вот в это видео, где я тоже пытался, честно говоря, пытался, как-то разобрать почерк своих коллег. Здесь есть доктор, я первокурсик из медицинского. Что случилось? Сердечный приступ. На латинском это звучит как кор импетум. Он же умирает. Умирает. Мементо море. Мементо море, значит, помни о смерти, да. Но взгляд у него такой же, как у нас на уроках латинского. Есть даже анекдот, что студенты медицинского вуза на уроках латыни вызвали дьявола. И в этот момент зашел преподаватель. Да, это я добавил, конечно. Ну, не совсем уж девоческий язык, а очень даже красивый. Когда выучил круги кровообращения? Когда там конференция врачей? Пусть готовят операционные. Почти нейрохирург. О-хо-хо, кстати, нейрохирурга тут приплели. Ну да, кстати, нам рассказывали байки, что некоторые студенты, дойдя до шестого курса университета, не знали круги кровообращения. Ну и многие преподаватели, кстати, путают студентов. Сколько кругов кровообращений? Ну, на самом деле, нужно знать, что в основном это два круга кровообращения. Это малый и большой круги кровообращения. Ну а уже другие круги кровообращения – это немножко из другой оперы. Например, есть многоугольники сосудистые в головном мозге. Это круги, так называемые круги, или многоугольники Валенберга-Захарченко, или Велизиев круг самый известный, который, вот если бы он выучил еще и Велизиев круг, то точно почти нейрохирург. Так что учите круги кровообращения, сосуды и вообще всю анатомию пригодится. Мы с женой врачи. Я хирург, она педиатр. В отпуске всем незнакомым людям говорим, что мы учителя биологии и физкультуры. Или отдых будет испорчен выслушиванием всех жалоб и просим по лечению. Познакомились с другой парой. Она экономист, он инженер. Очень были удивлены, когда мы все встретились на медицинской конференции. Первые правила медицинского клуба – никому не говорить, что ты врач. Вот это уж точно. Потому что отпуск иногда действительно может быть испорчен, если кто-то узнает, что ты врач, что сразу доносится просьба или послушай, пощупай, а что у меня тут, что у меня там. И я думаю, чем старше мы становимся, тем, наверное, компания тоже становится старше. И тем больше жалоб придется услышать. Но медицинский клуб – это практически как бойцовский клуб. Тут тоже есть свои правила. И с ними можете познакомиться на нашем канале, поэтому подписывайтесь обязательно, не забывайте. Люди, раз в год окунаясь в прорубь, чтобы стать здоровее. Здоровье потрачено. Кстати, этот год, первый год, когда я пропустил Крещение. Но на самом деле, если вы собираетесь окунаться в прорубь на Крещение, 19 января, извиняюсь, то, конечно, лучше это делать здоровым и проверенным людям, а неподготовленным лучше туда не соваться, потому что очень возможно есть маленький, но шанс, что после окунания сразу в ледяную воду может просто-напросто остановиться сердце. И это будет внезапная сердечная смерть. Капиллярное кручение разодранных коленей и локтей. Пятилетний я, упавший с гаража. Подорожник. Вот, кстати, я экспериментировал с подорожником, но грамотные будущие врачи знали всегда, что недостаточно просто приложить подорожник, нужно его немножко перетереть в руках, еще лучше взять два листика и перетереть, чтобы подорожник дал сок. Тот самый, который в себе содержит антисептики и ранозаживляющие вещества. Кто там? Я против лекарств и операций, поэтому вылечу онкологию с содой его организм. Эта программа «Сдохни или умри». О, если вы видели его видео, то да, по-моему, супер, я думаю, вы со мной согласитесь. А если не видели, обязательно посмотрите. Это очень интересный юмор. Это лабенка, да? Внутри... Лабенка? Нет. Внутри лабенка. Внутри лабенка. Вот канал офигенный. Переходите обязательно. Но да, то, что онкологию не стоит лечить содой, тоже можете узнать из наших роликов на нашем канале. Ведь в интернете очень много интересного, что может найти. И мы много слышим очень интересного от наших пациентов, которые лечат рак не только содой, но и всякими разными, в том числе подорожникам, которые были раньше. Танцующий сколиозный человечек. Ну да, это дверной проем как раз для людей, страдающих сколиозом. Кстати, у меня тоже небольшая степень искривления позвоночника. Сколиоз – это искривление именно вот в этой плоскости. И, конечно, с возрастом это дает о себе знать. И проблема, конечно, не очень хорошая. Но у детей, когда это еще можно исправить, делают большие операции, пытаются это исправить. Иногда легкие искривления можно исправить. Остеопатия или мануальная терапия. Поэтому, чтобы в том числе не было таких проемов в будущих ваших квартирах или домах, обязательно занимайтесь физкультурой, плавайте и сидите ровно за партой. Первая помощь при укусе зомби. Зажмите кровоток в 15 сантиметрах выше раны. Так, пока правильно. Поместите пораженную часть тела на твердую поверхность. Ампутируйте пораженную часть тела. Туго забинтуйте, намотайте бинт по спирали, завершите двойной узел на конце бинта, примите две таблетки болеутоляющего. В принципе, инструкция оптимальная. Единственное, могу скорректировать. Седьмой пункт, то есть, примите две таблетки болеутоляющего, нужно сделать в первую очередь, потому что иначе от болевого шока вы потеряете сознание. А, соответственно, потерявши сознание, кровь вы будете терять. И скончаетесь от геморрагического шока. И уже тогда то, что вас съедят зомби, будет не так-то и плохо. У стоматолога. Как я выгляжу, когда мне вкололи анестезию? Как я себя при этом ощущаю? Да, ставь лайк обязательно, если ощущаешь себя тоже таким чудищем, у которого немножко не мело все. Ну, прикольное зрелище. Главное, чтобы не случился эндофилактический шок или отек к венке или другие аллергические реакции, которые часто встречаются на местной анестетике. В Минздраве назвали распространяющийся вирус в Китае угрозой для России. Самая модная одежда в 2020 году. Да, такая одежда хорошая. Все-таки раньше медики были более модными. Так видят сериалы про медицину обычный человек. Мамедыч. О-о-о, вот они. Да, конечно. Я прям как Кэти Перри, весь в цветочках. Дайте мне больше медицинских сериальчиков. Я их все обозрю. Да. Пишите, кстати, в комментариях, какие сериалы тоже мне нужно обозреть в ближайшем будущем. Чеснок, капсулы из киндера и веревка оберег от вируса готов. О! Китайский вирус. Ну да, китайский вирус не знаком с русской народной медициной. Она, конечно, беспощадна к любым вирусам. Даже если они из Ухани. Министерство образования, я непрофильные предметы. О-о-о, меня также кормили непрофильными предметами. Ну, на самом деле, я не вижу в этом ничего такого глобально плохого, если, допустим, на первом курсе мы изучаем историю. Возможно, конечно, не нужно сдавать экзамены по истории, как в наше время было. Мы сдавали экзамены по истории, по химии. Может быть, больше практических занятий, практических экзаменов. Но министерство образования не дремлет, конечно. Они всегда придумают что-то новое. Поэтому в этой ситуации я предлагаю просто наслаждаться, получать полный рот, в том числе непрофильных предметов. Коронавирус. Да, но Министерство здравоохранения, думаю, вас уже предупреждало, что водка не поможет от коронавируса. А точнее, водка и алкоголизм, или любой, на самом деле, алкоголь, принятый в больших дозах, ведет к снижению иммунитета. Тем самым, вероятность заражения любым вирусом гораздо больше. Отомстим бывшему за вас. Укол фенозепама в мышцу 500 рублей. Укол галоперидола в вену 2000 рублей. Мочевой катетер с пятого раза 10 тысяч рублей. Ой, ну, мочевой катетер, конечно, это, на самом деле, экзекуция для находящегося в сознании молодого человека. Мне не приходилось это испытывать. Но, видя лицо мучающихся мужчин, я понимаю, что это, на самом деле, не очень приятно. Но если ты уже пожилой мужчина, и твой мочевой пузырь полон литром или полутора литрами мочи, и ты очень хочешь сходить в туалет, но не можешь из-за аденомы простаты, из-за гиперплазии простаты, то мочевой катетер – это только твое спасение. И когда его вводят и выводят всю оставшуюся мочу, то, я думаю, этот мужчина готов сказать спасибо той медсестре, которая выполняет эту процедуру. Леха, давай, 100 баллов не за горами ты и не си, меня. Эндоскописты, поющие в караоке во время колоноскопии. Конечно, что-то может быть не лучше. Я не думаю, что этим занимаются люди, которые делают колоноскопию. Но если пациент будет подпевать, почему бы нет? Вам назначена эндоскопия. Доктор, а что это? Да, эндоскопия в народе имеет много названий. Это и кишку глотать, лампу глотать, еще что-то. Но не всегда приятно. Ну, кстати, сейчас можно это сделать и под наркозом. Поэтому можете спросить это у того человека, который будет вам проводить эндоскопию. Но во многих случаях эндоскопия, конечно, показана. Ее нужно делать даже для профилактики. Если, например, у вас в роду есть люди, больные раком желудка, то начиная даже с молодого возраста, нужно делать эндоскопию, чтобы уменьшить риск развития поздних стадий рака. Ты спишь? Ну да. А халат погладил? Да, это времена университета, когда ты думал, погладил ты халат или не погладил. На самом деле я об этом не думал, потому что я брал даже мятый халат с собой. А думал я о том, постиран ли халат или вообще халат у меня есть или нет. Сейчас я не очень люблю носить халат, а халат ношу очень редко. Обычно просто хирургический костюм, им обхожусь. На приеме у диетолога. Это называется сапожник без сапог. Не смогла назначить себе правильную диету. А может у нее наоборот два... О, вот, я понял. Она просто сидит с двумя спасательными кругами, чтобы на всякий случай не утонуть во время потопа. Перед смертью я съем маленького игрушечного бегемотика. Патологоанатому будет приятно. Все любят киндеры. Я не думаю, что патологоанатому будет очень приятно возиться в твоем мертвом теле. Поэтому береги себя и ходи на обследование. Обязательно веди здоровый образ жизни. Не глотай бегемотиков. Хотя обычно у врачей, которые работают с желудком или с прямой кишкой, есть целая коллекция того, чего они доставали из тех самых мест, с которыми они работают. Вот, кстати, сразу. В каждом человеке есть что-то прекрасное. Нужно только поискать. А, ну, я думал, что это достали из человека, да. Этими приборами можно хорошенько поискать в теле человека чего-нибудь. Когда, наконец, закончила мед и можешь выйти замуж? Да, да. Можно рядом картиночку поставить первый курс и шестой курс. Да, действительно, девочкам зайдет этот мам, я думаю, очень. ВИЧ-иммунитет. СПИД-иммунитет. Ну да, ВИЧ-спит – это последняя стадия ВИЧ-инфекции. Поэтому, конечно, СПИД легко расправляется с иммунитетом. Точнее, иммунитет ничего не может поделать. И человек, который страдает ВИЧ-инфекцией, заболевает всякими, даже самыми простыми инфекциями и иногда даже опухолями. Твой ужин, если выйдешь замуж за Диму, Магомеда, меня. Это, видимо, реаниматолог и парентеральное питание. О-о-о-о! Вот это интересненько. Мужчины за 40 и доктора. Да, это как раз к вопросу о простате и аденоме простаты, гиперплазии простатинной железы или даже рака простатинной железы. Конечно, мужчинам за 40 обязательно нужно делать ректальное исследование не для массажа простаты, а для профилактики и для выявления рака или опухоли простаты. Иерархия в операционной. Участие в операции, расстояние пациента. Хирург, стенд, резидент, санитарка, мусорное ведро, студент. Да, обычно студентов не подпускает близко к операционной ране или к стерильному столу медсестры. И от этого я даже в свое время тоже страдал. Но ничего в этом плохого нет. Обычно с каждым новым походом в операционную ты втираешься в доверие. Тебе позволяет больше и больше смотреть, помогать и участвовать как-то даже самым маленьким образом в операции. Пришли на смену утро после суток. Вот так я точно выгляжу. После суток, действительно. Такое ощущение, что из меня чучело сделали. У каждого медика наблюдается синдром картошки. После смены хочется лежать в темном углу, чтобы никто не трогал. О, да. Да. Это как раз про нас, про врачей. Илья Ефимович Репин. Терапевт ждет дежурного нейрохирурга. О, да. Обычно терапевты или кто-то в приемке, который нечасто сталкивается, например, с ранами головы, те просто истошным криком кричат, быстрее нейрохирурга, тут кровь из головы течет. Вот это раньше я слышал очень часто. Но не всегда рана и опильное кровотечение говорит о серьезности травмы. Ведь иногда бывает совсем никаких повреждений, но внутри черепа творится какое-то месиво, ушиб головного мозга, гематома, диффузно-акциональные повреждения. А иногда, когда совсем ничего нет внутри черепа, то есть мозг чистый, никакой внутричерепной травмы или перелома черепа, но ранка, будь здоров. И не знаю, что лучше. Ну, на самом деле, конечно, лучше получить маленькую рану, чем тяжелое повреждение или мозговую катастрофу. И вот как раз мемчик со мной, где нейрохирургия. Тут, ой, простите, конечно, вот тут. Да, действительно, в моем сердце живет нейрохирургия. Кстати, был интересный случай на экзамене у Боткина, когда Боткин ставил двойку и неудовлетворительную оценку своему студенту. Студент сказал, если вы не поставите мне четверку или пятерку, то я зарежу себя прямо в сердце. Боткин сказал, я этого не сделаю, потому что ты даже не найдешь у себя сердце, чтобы его правильно зарезать. Так что обязательно учите анатомию, ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии, присылайте мне новые мемы, ставьте колокольчик, чтобы появлялись у вас обновления нашего канала. И встретимся в новых выпусках на канале Мамедыч. Пока!